На больничной койке с интернетом. Стационар 7-й городской оборудовали точками доступа Wi-Fi. Теперь пациенты смогут оставаться в сети даже в стенах медучреждения. Зона покрытия, терапевтическое, урологическое, травматологическое и хирургическое отделение. На всех этажах повесили коммутационные шкафы, а в коридоре разместили передатчики с радиусом действия до 25 метров. Мы в партнерстве с Интеркантелом это делаем, и для больницы это абсолютно бесплатно. То есть деньги бюджета здесь никак не тратятся, они расходуются на цели лечения пациентов. Задача поставлена, чтобы в каждой палате, в каждом коридоре, то есть во всем здании стационара этот Wi-Fi работал. Скоротать часы между процедурами можно за просмотром фильмов и сериалов. Скорость соединения позволяет загружать видео онлайн. Пациенты говорят, что сигнал беспроводной сети уверенный, ловит даже за пределами стационара. Очень удобно стало, раньше не было, так-то сейчас времяпровождение стало. Досуг-то как-то получше после интернета. Сайт все хорошо отображает, все, ролик загружается, любые фильмы, ролики все загружается, все хорошо. Бесплатный интернет в больнице может не только разнообразить досуг, но и стать подспорьем в работе. Оксана Осипова решила, что прерывать трудовую деятельность из-за болезни не будет. Взяла ноутбук с собой, проверяет почту и социальные сети. Работает удаленно. С модемом и проводами это было бы проблематично. Если бы не было Wi-Fi, это, конечно, сложности. Я первым делом, когда сюда поступила, и когда на следующий день уже все, я смогла, скажем так, подключиться к работе, первый мой вопрос был, есть ли здесь Wi-Fi. Потому что все-таки мир современный, и он практически есть уже везде. Рады Wi-Fi не только пациенты, но и сотрудники больницы. Прежде всего он нужен для участия в онлайн-лекциях и конференциях, которые зачастую проходят в рабочее время. Получить доступ к сети можно с любого смартфона или планшета. Для этого нужно пройти бесплатную регистрацию. Подключается, как обычный Wi-Fi. При входе требует номер телефона, совершается звонок, по которому сообщает оператор пин-код. Дозвонимся, слушаем свой пароль, вводим этот пароль в сеть, и все, работает. В ближайшее время руководство больницы планирует расширить зону беспроводного покрытия. Бесплатный Wi-Fi будет доступен посетителям взрослой и детской поликлиники, а также травмпункта. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.